Гусиная Хисматова по святому ключу прогуливается практически каждую неделю, слушает пение птиц и любуется вековыми кедрами. Они растут на окраине комплекса, но похоже, скоро вековые деревья окажутся на частной территории. Сейчас здесь идет активное строительство коттеджей, забор одного из них возводят как раз перед двумя кедрами и огромной лиственницей. Это место силы, что это, ну, деревья мы этим больше ста лет, по крайней мере, может быть, даже больше. Не могу равнодушно смотреть я на эти вещи, когда происходит. Понимаете, я так думаю, что это заповедная зона, это достояние всех горожан. В Захамском отделении Министерства экологии говорят, владелец участка закон не нарушал. Кедры, пусть и редкие деревья, но вполне могут расти и на частной территории, если, конечно, эта территория принадлежит ему на законных основаниях. Простите, телекомпания НТР, а тут у вас главный есть? Пытаемся найти владельца коттеджа. Строители прячутся и ими не называют. Впрочем, скоро он приезжает к нам сам. Это Икрам Хусаинов, директор компании Техноколор. Он поясняет, эта территория раньше принадлежала профилакторию Шинного. Несколько лет назад его компания выкупила участок и начала возводить здесь элитные жилые дома. А полтора гектара размежевали и продали частным лицам. Крайний участок он выкупил сам. Так получилось, что границы моего земельного участка, они проходят по склону к Святого Ключа. И часть территории Святого Ключа находилась на территории моего приобретенного участка. По просьбе властей города я решил эту часть своего участка отмежевать и бесплатно передать городу, что и было сделано. Что касается кедров, то их предприниматель пообещал не срубать, а наоборот, всячески о них заботиться, так, чтобы ими и дальше можно было любоваться. Вообще, по его словам, забор совсем не испортит картину, а сделает когда-то заброшенный участок Святого Ключа благоустроенным. Сергей Толмасский, Евгения Корбакова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok